Хе-хей, соскучились? Ребят, ну, помните, я этот, ну, вы на меня ещё подписаны, там, обзорчики, так, ну, ладно. В последнее время Стим наводьмил нехилый такой пак хорров. Не уверен, с какой именно фазой луны связан такой пик активности девелоперов, но не могу сказать, что против. И хотя в целом в этой сфере всё как обычно, не так давно вышел, мягко говоря, интересный проектик, способный заплатить ваше внимание минимум на пару часиков. Встречайте, Рэйк! Ух ты, какое сегодня короткое вступление. Так что же такое Рэйк? Это фантазия разработчика о скрещении симулятора охоты, слендерменов и фильмов под жанром любительской съёмки. И это на самом деле чертовски оригинальное, но ключевым моментом, и на самом деле немного странным на фоне дикой любви к СЦПу девелоперов, оказался выбор существа для охоты. Рэйк. Кто это такой? Ответ на этот вопрос потребовал от меня довольно серьёзного гугления. В оригинале это довольно малопопулярный персонаж Крепипасты, перевод которой я скину в описании к видео. Длинный, худой, бледный, с рандомным поведением, совершенно непонятными мотивами. Вроде как не обладающий магической хренью, но вызывающий совершенно случайную эмоцию у своих жертв. И самое главное, это то, что он не убивает, а именно играет с ними, пока они ему не доедят. В общем, довольно колоритный персонаж, удивительно даже, почему он остался без внимания и фанфиков. А игре же... Ну, в общем, судя по предыстории, мы занимаемся охотой на всякую пранормальную хрень. И тут умудрились, по данным свидетелей и так далее, найти примерное местоположение Рэйка. Разумеется, как и всякий благоразумный охотник за мистикой, мы взяли свою двухстволку, побольше камер и в соло отправились охотиться на пресловутого Рэйка. Классика фильмов ужасов, только лагеря студентов не хватает. Придраться сложно, да и не хочется, всё-таки фильмам ужасов я неравнодушен, и такие вот сюжеты во мне вызывают только довольную улыбку. Геймплейно же это классические прятки с огнестрельным оружием. Днём расставляем по лицу камеры, исследуем территорию, готовим хитрые планы, ночью до лопнувших капилляров в глазах высматриваем Рэйка в дерьмовом изображении камер, надеясь выцепить его местоположение и надавать по щам. Самое печальное, что именно с этого момента у игры начинаются кочки. Во-первых, да, в игре есть камеры, и есть капканы с ловушками. Вполне понятно, что делать, учитывая, что монстратино очень любит эти самые камеры ломать. Только вот это совершенно бесполезно, здоровье у него как финального босса какой-нибудь игры. А ловушки даже не замедляют его, только наносит едва и два урона. В итоге единственное, для чего нужны камеры, это теоретически прикинуть его местоположение. Но даже тут фейл. Рэйк всегда тусуется в зоне охоты. Так что никакие камеры и легкие шрения не нужны, приходи, становись на вышку и стреляй как по оленям, что приводит нас к проблеме за номером 2. Начальное оружие совершенно бесполезно. Серьезно, двухстволка единственное, что может, это иногда затормозить его. Урона же с неё меньше, чем от откуса комара. Чем же нам его убивать? Снайперская винтовка и ловушки, которым можно идти в домиках на карте. Почему наш герой не взял их изначально? Хрен его знает. Но факт остается фактом, это единственный способ нанести Рэйку хоть какой-то урон. А на всё про всё даётся всего 3 дня, что, кстати, тоже будет для вас сюрпризом, так как никто не предупреждает. Просто на третий день проявляется надпись «Вы проиграли» и можете плакать. Почему, как, зачем? Остаётся без ответа. Тупо проиграли. Как же тогда победить? Опять же, дерьмовая поработка геймплея. Как это не смешно звучит, но Рэйк крайне тупой и совершенно не способен продавлять лестницы. Шикарно, да? Просто поднимайтесь на любую возвышенность, берёте в руки снайперскую винтовку и отстреливайте ему хэдшоты. Что он может взять вам в ответ? Выскочить из леса и со страшным скримером почесать вам полоску жизни. Мягко говоря, не очень больно, но довольно жутковато. Первый раз 6. Как с этим бороться? Ну, как я уже говорил, он не может в лестнице. Учитывая всё это, можно было бы сказать, что играть дерьмо и забыть про это. Но почему же у неё столько положительных отзывов в стиме? Да, в игре дерьмовая графика. Да, АИ монстр ужасен. Но, во-первых, сам проект, мягко говоря, оригинальный и, возможно, является проводником для нового жанра инди-хоррора. А во-вторых, у него офигенная атмосфера. Автор умудрился, используя по сути стандартные модельки юниты, и реализовать то, чего не могут многие высокобюджетные хорроры. И это по-настоящему классно. Плюсом к этому, за игру разработят 20 сущие копейки. Всего 150 рублей за минимум 3 часа атмосферного ужастика. Кстати, в ближайшем будущем автор собирался добавить мультиплеер с новым режимом, где один из игроков будет играть рейком, а остальные будут пытаться выследить и убить его. Да и вообще, разработчики не забывают проект, стараясь постоянно вносить новые фиксы, дополнения и так далее. Напомню, что всё это всего за 150 рублей. Всё ещё сомневайтесь? Да, ну вас, мне ещё вторую концовку в игре открывать. Что? Рассказать о ней? ХА! Ничего не слышу, музыка слишком гром. Субтитры создавал DimaTorzok